Следующий вопрос. Каково постановление продавать насекомых? Говорит, опять, идет та же самая нить. Если в насекомых нет пользы, как, например, хунфуса, хунфуса это навозный жук, или кто скорпионы, или змеи, или дейдан, или черви, и тому подобное, то запрещено продавать такое животное. Почему? Потому что от него пользы нет. Более того, некоторые из этих животных приказаны убивать их, поэтому продавать их нельзя. И что касается змей, то некоторые змеи являются полезными. Так из них берутся лекарственные средства и тому подобное. Если лекарственные средства берутся, то, Аллаху Алям, продавать ее для этих целей разрешено, для других целей запрещено. А некоторые из насекомых, которых есть польза, как, например, некоторые виды червей, которые используются при рыболовстве, или пиявке, скалы маманнавы, относительно пиявки, это червь черного или красного цвета, который выходит из воды, И говорит, обычно люди сажают этого червя на часть своего тела, на которой получилось скопление крови. И он высасывает эту лишнюю кровь. На этом закончили слова имаманнавы. Говорит, поэтому ханболиты разрешили продавать червей, которые могут быть использованы для чего? Для рыболовства. И то же самое относительно пиявки. Ханболиты тоже разрешили продажу этого вида насекомого. И это более правильное мнение у шафиитов. И это действительно мнение правильно выбрал его также шейх ибнусаймин, относительно червей, которые продаются для рыболовства, или относительно кого? Пиявок. Сказал, что от этого польза есть, соответственно продавать это разрешено, и нет довода на то, что они являются чем-то наджисом, то есть чем-то нечистым. Усвоили то же самое относительно насекомых. Если от насекомого есть польза, продавать его разрешено. Если насекомые или присмыкающиеся, то же самое. Если от него пользы нет, тогда его продавать можно. Что касается червя, из которой берется шелк, и пчелы дальше придет по уроку.